Привет! Ой, да они же лайк сломали! Что ж, придется чинить. Как выглядит правильный не сломанный лайк, вы можете узнать, тыкнув по кнопочке с его изображением под этим видео. А вообще, такая особенность сгибать палец в обратную сторону появляется только у людей с особым геном. Говорят, что самый редкий цвет глаз – зеленый. Но эта девушка переплюнула всех, потому что у нее радужка разных цветов, и разделена она по секторам. Вряд ли найдется много людей с таким же уникальным цветом глаз. Тут постаралась не только природа, но и врачи. Так выглядит роговица человека после сложнейшей операции. Даже фактория в восторге от такого мастерства. Эта девушка может похвастаться ресницами разного цвета, половина из них абсолютно белые. Даже странно, что это до сих пор не стало модным, ведь выглядит на удивление красиво. Вы вообще в курсе, что волосы прекрасно умеют считать? Ну, по крайней мере, эта завитушка точно знает, как должна выглядеть цифра 5. Похоже, природа забыла дать этой девушке половину ее мизинца. В итоге он чуть ли не вдвое короче, чем все остальные пальцы на руке. А если у вас тоже есть чем всех удивить, то не забывайте присылать свои фотографии по ссылочкам в описании. Пока одни люди красят волосы, чтобы как-то показать свою индивидуальность, другие наслаждаются разноцветными прядями, которые им выдала сама природа. Вот у вас пальцы на руках одинаковые? А у некоторых нет. Причем разница настолько велика, что даже не просто поверить, что эти руки принадлежат одному человеку. Когда-то давно мужчина отрезал себе кончик пальца, но врачи аккуратненько пришили его на место. С тех пор о случившемся можно вспомнить только, когда моешь руки. Они все сморщиваются, кроме пришитого кусочка. У брата и сестры есть на руках родимые пятна одинаковой формы, но разного цвета. После ожога рисунок отпечатков пальцев изменился и вместо привычных изогнутых линий превратился в кучу точек, которые напоминают QR-код. Из-за потери пигментации кожи этот парень стал похожим на супергероя, да еще и с очень сильной прической. Вот бы все родинки были такими мимимишными, как эта в форме сердечка. Это же получается настоящая природная татуировка. Думаете, это линзы? Неа. Такая форма зрачка называется синдром кошачьего глаза, и зрачок действительно выглядит, как у кошки, вертикальным. Природа подшутила над этим парнем, выдав ему одну бровь абсолютно белого цвета. Он решил сделать это своей фишкой, поэтому даже на его визитках стилизованный портрет нарисован с одной белой бровью. Ну что, зато этому человеку не составит никакого труда дотянуться до верхней полки. И дело не в том, что он высокого роста, а в том, что у него руки буквально до колен. Вот только, наверное, все рукава одежды для него коротковаты. Девушка в детстве повредила руку, зато получила взамен необычный бонус. Она может согнуть мизинец к ладони, не сгибая безымянный палец. На руке у этого человека есть родинка на основании ногтя. В итоге, когда ноготь отрастает, он окрашивается забавной полоской темного цвета. Ученые до сих пор спорят и никак не могут прийти к единому мнению. Почему же кожа человека сморщивается в воде? Но зато известен вот такой необычный эффект. Если рука парализована, то кожа на ней уже не сморщивается. Таким бакенбардом позавидовал бы сам Пушкин. И все бы ничего. Но это ведь девушка. А что поделать, приходится привыкать жить с такой необычной прической. А у вас мурашки по всему телу появляются? Потому что у некоторых встречаются участки кожи, лишенные этого эффекта. Почему так происходит, ну, тоже никто не знает. Думаете, что эта девушка сутками торчит в спортзале, добиваясь такой формы? А вот и нет. Вообще-то это болезнь. Называется мышечная гипертрофия. И уже после пары тренировок мышцы начинают быстро расти. Такой вот подарок генетике. Нет, это не фотошоп. Так уж этому парню повезло, что брить ему приходится все лицо полностью. Потому что его волосы, видимо, не в курсе, где можно расти, а где нельзя. Поэтому растут по всей доступной площади. Большой палец на ноге психанул и решил вырастить свой собственный палец с ногтем. Интересно, считается, что у этого человека шесть пальцев на ноге или нет? Тот самый случай, когда гены благословили тебя быть пианистом. Ну, а чё ещё делать пальцами такой длины? Зубы мудрости – довольно неприятная штука. У кого-то их вовсе нет, а кому-то выдали аж целых пять штук. Природа забыла выдать этому парню средний сустав на пальцах. Поэтому гнутся только кончики, что доставляет ему массу неудобств по жизни. Веснушки могут быть просто очаровательными. Причём они могут появиться не только на носу и щеках, но и на радужке глаз. Этому мальчишке никогда не придётся укладывать волосы. Природа об этом позаботилась, самостоятельно уложив их строго в одном направлении – вокруг макушки. Дочь получила от отца необычный генетический подарок, унаследовав специфическую форму пальцев с расстоянием между средним и безымянным. У вас ладошки потеют, когда вы волнуетесь? Поверьте, это мелочи. Настоящая проблема выглядит вот так. На ладонях выступают настоящие капли пота при малейшем стрессе из-за нарушенной работы потовых желёз. Вы только представьте, как проблематично этому человеку найти себе перчатки, ведь его руки в два раза больше, чем у остальных людей. Ладно, большие руки – это, конечно, проблема, но ещё большая проблема – это маленькие ноги. У этого мужчины 33-й размер обуви, и он покупает её в детском магазине. Посмотрите внимательно на свои ноги. Если большой палец не является самым длинным, то вы входите в 10% населения планеты с таким необычным строением стопы. Кстати, точно такие же ноги у Статуи Свободы. У некоторых людей прямо на ухе есть небольшая дырочка с самого рождения. И самое интересное, что учёные и биологи утверждают, что это рудиментарные жабры. Свернуть язык в трубочку могут практически все, а вот слабо сделать на языке клевер. Согласно статистике, на это способны 15% населения Земли, что не так уж и мало. Вы в курсе, что анатомически мы можем плеваться слюной из желёз не хуже какой-нибудь ядовитой змеи? Вот только это происходит непроизвольно, а контролировать этот процесс могут только единицы. Замечали такой небольшой бугорок на ушах у некоторых людей? А между прочим, это прямой подарочек от обезьян. Кстати, люди с таким бугорком лучше различают голоса. Наверняка у вас тоже найдётся чем всех удивить. Но для этого придётся немного постараться. Ну хотя бы прислать фотографии по ссылкам в описании. Это несложно, правда. Золотистые глаза часто встречаются у собак, птиц, рыб. Но лишь один процент людей может похвастаться такой уникальной особенностью. Такие линии на ладонях поставят в ступор всех любителей погадать по руке. Потому что линия здесь всего одна. Вот и расшифровывай как хочешь. Лишь десять процентов людей может дотянуться не только до кончика носа. Эй-эй-эй, ну всё, хватит. Ты выглядишь глупо, проверяя это прямо сейчас. И вытри уже нос от слюней. Вы только представьте, сколько споров можно выиграть, пообещав укусить свой локоть. А некоторым людям это вполне удаётся. Как правило, у них либо слишком длинный язык, либо укороченное предплечье. А зачастую и то, и другое. Этот беспорядок на голове появился не потому, что ребёнка давно не расчёсывали. А потому что он родился с такой вот генетической особенностью. Это так и называется синдром спутанных волос. Привести их в приличный вид не поможет никакая расчёска. Вполне вероятно, что на вашем лице есть веснушки. Но в обычном состоянии их не видно. Если захотите их обнаружить, то посвятите на кожу ультрафиолетом. Ну, в общем, наручники на эту девушку надевать абсолютно бессмысленно. Она просто согнёт палец и спокойно вытащит руку. Сын унаследовал форму большого пальца от обоих родителей. В итоге руки выглядят разными. Но зато сразу понятно, что это одна семья. Мы вот привыкли считать мизинец самым маленьким пальцем. А между прочим, далеко не у всех это так. У этого парня мизинец толще, чем большой палец. А этому юноше природа забыла выдать перегородку в носу. Поэтому нос абсолютно мягкий. Но в этом есть и плюсы. Сломать такой нос точно не получится. Есть синдром, при котором кожа реагирует на малейшую царапину воспалением. Поэтому на ней можно рисовать временные узоры. Вот это, конечно, знатная подлянка от природы. Ноги у девушки отличаются на два размера. Вы представляете, это же приходится всю обувь двух размеров покупать. У многих ладонь немного изгибается в другую сторону. Но мало кто может похвастаться, что без проблем удерживает предметы обратной стороной ладони. Вообще, похоже, будто кто-то основательно отбил себе палец об уголок кровати, и он распух. Но нет, это его обычный размер. Когда нога перестала расти, этот палец решил быть не как все. И вырос еще больше. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо.